Здравствуйте! Меня зовут Иванова Татьяна. Я расскажу вам об аспирантуре, которая реализуется в Математическом институте имени Никольского. Директор Математического института Скубачевский Александр Леонидович, доктор физико-математических наук, профессор, состоит в Московском и Американском математических обществах. Занятия в аспирантуре Математического института ведутся по адресу Москва, улица Орджоникидзе, дом 3, ближайшие станции метро – Шаболовский, Ленинский проспект, Тульская. Всего в Математическом институте 53 сотрудника, из них профессоров и докторов наук 13 человек, доцентов-кандидатов наук – 28 человек. Сейчас я бы хотела подробно остановиться на некоторых из научных руководителей, у которых уже сейчас есть аспиранты и которые готовы взять новых аспирантов, и рассказать об областях научных интересов этих профессоров. Скубачевский Александр Леонидович – область научных интересов, осцилляция решений и краевые задачи функционально-дифференциальных уравнений, краевые задачи для лептических и проболических функционально-дифференциальных уравнений, фоллогруппы Феллера, смешанные задачи для уравления Власова-Пуассона. Буренков Виктор Иванович – известный специалист в области функции и функционального анализа, дифференциальных уравнений с частными производными, интегральных уравнений, приближения к геофизике, квантовой механике и численным методам. Лазарева Галина Геннадьевна – специалист в области математического моделирования, член-корреспондент на РАН. Савин Антон Юрьевич – область научных интересов, теория индекса эллиптических операторов, применение топологических методов для исследования нелокальных эллиптических задач, краевых задач, задач Соболева. Росовский Леонид Ефимович – область научных интересов, эллиптические функционально-дифференциальные уравнения, нелокальные и краевые задачи. Савчин Владимир Михайлович – область научных интересов, вариационные принципы для непотенциальных операторов, обратная задача вариационного исчисления, симметрии, взаимосвязь динамических систем с логибраическими структурами. Галахов Евгений Игоревич – область научных интересов, отсутствие решений нелинейных дифференциальных и функционально-дифференциальных уравнений и неравенств. Фоминский Андрей Вадимович – область научных интересов, разрешимость и корректность граничных задач для нелинейных и эволюционных уравнений нечетного порядка. Поведение при больших временах – решение граничных задач для нелинейных и эволюционных уравнений нечетного порядка. Ланеев Евгений Борисович – область научных интересов, теории и методы решения некорректно поставленных задач. Некорректно поставленные краевые задачи для уравнения математической физики. Задачи продолжения гармонических функций и потенциальных полей, приложения геофизики. Гольдман Михаил Львович – область научных интересов, спектральная теория дифференциальных операторов, пространство функций обобщенной гладкости, оптимальное вложение для пространств функций обобщенной гладкости и для обобщенных потенциалов без солей риса. Как видите, профессоров много, я рассказала еще не про всех, и область научных интересов достаточно разнообразная. От чисто теоретических областей до практических, таких как математические методы, базы данных, матмоделирование. Направление подготовки математика-механика делится на три профиля. Первый профиль – вещественный комплексный функциональный анализ. Второй профиль – дифференциальное уравнение, динамические системы и оптимальное управление. И третий профиль – теоретическая механика. Срок обучения для очной формы по всем профилям 4 года, для заочной – 5 лет. Пару слов по каждому профилю. Первый профиль в математике-механике – вещественный комплексный функциональный анализ. Научно-исследовательская часть программы – изучение функций и их обобщение, функционалов, операторов. Есть три части направления исследования – это действительный анализ, комплексный анализ и функциональный анализ. Второй профиль в направлении математика и механика – это дифференциальное уравнение, динамические системы и оптимальное управление. Научно-исследовательская часть программы – исследование разрешимости дифференциальных уравнений, описание качественных и количественных характеристик решений, приложения. Здесь направлений исследования очень много, и многие из наших профессоров обучают аспирантов именно на этом профиле. И третий профиль в направлении математика и механика – это теоретическая механика. Научно-исследовательская часть программы – исследование движения механических систем, а также управление их движением, разработка и исследование моделей материальных систем, описание качественных и количественных характеристик этих моделей, приложения. Основные научные направления, которые развиваются в Математическом институте Никольского, не только сотрудниками, но и аспирантами, которые работают под руководством профессоров из Математического института. Основные научные направления – это эллиптические, проболические, функционально-дифференциальные уравнения, нелокальные крывы задачи, фуллгруппы Феллера, уравнения Власова, локальные и глобальные свойства функций действительных переменных, аналитические функции одного и многих комплексных переменных, теории векторных пространств, геометрии нормированных пространств, теории экстремальных задач и оптимального управления, задачи нелинейного анализа, функциональные пространства и банаховы алгебры, теории аппроксимации, исследование различных классов дифференциальных уравнений в частных производных, уравнение Картвега де Фриза, математическая экономика, базы данных, математическое моделирование в биологии и медицине, численное решение задач математической физики. Как я уже говорила, направления исследования очень разнообразны, и каждый, кто захочет обучаться в аспирантуре Математического института Никольского, сможет выбрать именно ту область науки, которая ему наиболее интересна, и сможет получить всяческую поддержку от научного руководителя в своих исследованиях. Научные руководители, профессора занимаются как чисто теоретическими математическими задачами, так и прикладными, такими как математическая экономика, база данных, математическое моделирование в биологии и медицине. Чтобы успешно развиваться аспиранту, писать статьи, дальше кандидатскую диссертацию, нужно не только работать с научным руководителем, посещать занятия в аспирантуре, но обязательно нужно посещать научные семинары. На этих семинарах аспирант сможет познакомиться с работами других аспирантов, а также с ведущими учеными в своей области и в смежных областях. На базе математического института проводится много семинаров, которые можно посещать для повышения своего научного уровня и своей квалификации. Перечисли некоторые из них. Общемосковский научный семинар по дифференциальным и функциональным дифференциальным уравнениям под руководством Скубачевского Александра Леонидовича. Научный семинар экстремальной задачи и нелинейный анализ под руководством Бурюкова Виктора Ивановича и Голдмана Михаила Львовича. Научный реферативный семинар, функциональный анализ и его приложение. И даже для студентов проводится научный студенческий семинар по дифференциальным уравнениям. Студенты 5-6 курса, а также аспиранты, участвуют в совместном российско-немецком проекте Германской службы академических обменов. По этому проекту они могут пройти стажировку с целью научных исследований в Свободном университете города Берлина и в университете имени Рубхерта. Практики аспиранта Математического института Никольского проходят как в РУДН, так и в вычислительном центре имени Дородницына. Выпускники аспирантуры работают в разных областях, как науки, так и производства, так и участвуют в обучении студентов, школьников возможно, но в основном, конечно, выпускники хотят работать в науке, успешно развиваться, выиграть гранты и обучение в аспирантуре Математического института имени Никольского может в этом помочь. Где работают выпускники в российских и зарубежных школах, университетах, научно-исследовательских центрах, на промышленных предприятиях, на предприятиях, связанных с применением математических методов и компьютерных технологий, В академических, научно-исследовательских и ведомственных организациях, связанных с решением научных и технических задач, в научно-исследовательских и вычислительных центрах, в научно-производственных объединениях, в образовательных организациях среднего, профессионального и высшего образования, в государственных органах управления, в организации Министерства Российской Федерации и в РУДН. Спасибо за внимание.